15 февраля на территории страны ознаменован Днём вывода советских войск из Афганистана. Канун праздника в честь памятной даты во многих городах проходят торжественные мероприятия, митинги, встречи участников боевых действий со студентами и школьниками. Так, в актовом зале профессионального педагогического колледжа преподавателем общественных дисциплин Мариной Беркихановой совместно с активистами молодежного центра колледжа была подготовлена программа выступлений, приуроченная 30-летней годовщине вывода советских войск. Андрей Лагунов, рядовой, однажды перед бурью Хумри обстреляли нашу колонну с двух сторон, из ближайших кишлаков. Мы, понятно, опять, из всех слов. Кто уж там жил, остался, а кто нет, не веду. Еще помню, недалеко от Капула происходило. Стреляли по нам из кишлака. Ответ наш убить наш ПТР. Из дома женщина в паранже выбежала. Побежала петля, отдувала, отдувала. Уложили ее. Разведка туда пошла. Оказалось, паранжой мужчина был. Но стреляли той женщине. Сергей Ёлкин, рядовой. Я отдельным разведпадом служил. Механиком, водителем танка Т-55. Хорошая техника у нас была. Танки, ПМП, ПТР, радиотехнические средства. Рейд приходили, естественно, без танков. Взял автомат, сел в боевую машину пехоты, их путь. А что ты, ПТР, скажу так, наука воевать вперед нам давалась. Все приходилось настигать в бою. На собственной шкуре проходят. Те, кто за нами пришел в Уданинстан, наш опыт уже использовали. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны афганских событий и представители городской администрации. Я говорю, если предатель жизни у меня только... Меня предают на одной из зеркала. И зеркала не было бы, я даже не знал бы, сколько мне лет. Поэтому мне всего лишь кажется, что это тоже молодые ребята. Да, вам всем здоровья. Что хочу сказать, наши друзья, братья, многие не вернулись, те, которые вернулись. Вот наши братья сидят тяжелейшими ранениями. Меня Аллах пожалел. Не было таких увечий. Что бы ни было в этой жизни, нету, я не устаю их повторять. Может быть, не повторяюсь, потому что постоянно приглашают на такие нас мероприятия. Хочется вам сказать такую вещь, что Всевышний не дал такого испытания, которое вы не сможете. И такой больный дал, который ты не сможешь перечерпеть. Студенты рассказывали о героических подвигах советских солдат, стараясь передать все тяготы тех дней. Были показаны сценические номера про события афганской войны, исполнены песни и стихи. Звучит музыка. Звучит музыка. Говоря о значимости подобных мероприятий, где участники военных событий, могут рассказать о том, через какие испытания и трудности шли к победе, теряя на пути боевых товарищей, являются для подрастающей молодежи примером подражания. Нынешнее поколение должно воспитываться на героических подвигах солдат, мужественно выполнявших свой воинский и гражданский долг, отметила во время своего выступления заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Шарунина. Ни одна фотография, ни одно видео, они не смогут передать то, что там с вами происходило. Вы для нас настоящие герои. И вы даете нам прекрасный урок мужества, чести, любви к родине. А еще самое важное – урок настоящей мужской дружбы. Вниманию собравшихся был предложен фильм «Хроника афганской войны». После его просмотра присутствующие почтили память невернувшихся из кровопролитных боев минутой молчания. Ветераны делились воспоминаниями о войне и с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы студентов. В завершении встречи ветеранам-афганцам были вручены памятные подарки от руководства колледжа. Продолжение следует...